Мы продолжаем прямые эфиры. Сейчас немножко я приглажу себе волосы, по-моему, с этой стороны. Спасибо большое. Это подтверждение того, что мы в прямом эфире. 737-7310 звоните, потому что у меня в гостях подарок для телезрителей и для меня тоже. Игорь Ильич Геллер. Здравствуйте, Игорь Ильич. Добрый вечер. Звучит страшно, но тем не менее. Я вас уже обязал. Я объясню, Игорь Ильич. Я не знаю, как величать Игоря Ильича. Я имею в виду специальности. На ты, Игорь. Ну что ты сам делаешь? Значит, Игорь. Психолог, ученый, публицист. Шумен немножко. Не дай бог. Не, ну немножко. Ну блогер что-то в этом нет. Не, не, блога не ведет. Так в фейсбуке. Так в фейсбуке, да, игры небольшие. В общем, человек разносторонний, разноталантливый, будем так говорить. И говорить, конечно, мы будем о том, о чем Игорь Ильич беседует со своими адресатами каждый день в интернете и зачастую на лекциях, так я понимаю. Вы объявили о том, что вы будете сегодня на медиа-информе. На своем фейсбуке сообщили. И тут же посыпались вопросы, которые рекомендовали вам рассмотреть и ответить. Это облегчает мне задачу, потому что я подумал, я не взял с собой iPad, так что напомним. Ну, я хочу начать с другого. У нас есть буквально еще несколько минут до включения Сережи Брачука из зоны антитеррористической операции. Вот, которые, да, ну, антитеррористической операции. Я хочу вас сразу направить вот туда, куда, собственно говоря, я и обещал, когда мы говорили по телефону, договорились о передаче. В это русло, которое случилось вот буквально несколько часов, может быть, сутки тому назад. Это не взрывы даже возле Верховного Совета. Меня убило то, что вы, и вы должны мне ответить на этот вопрос. Слава Украине звучала все время. Как с одной, так и с другой стороны. Оно начало звучать со всех сторон. Под взрывы. Под оглушающие звуки каких-то петард или что-то такого. И в результате под взрыв той гранаты, которая вот на сию секунду уже унесла жизни троих молодых людей национальной гвардии, солдат-призывников, которые ни в чем не виновны, которые даже и говорят о том, что они выполняли свой долг, трудно, потому что они просто стояли и даже не защищали, а просто стояли. Живой изгородью. И это страшно, когда именем государства происходит вот это. Согласен. Вопрос в чем? Это деградация? Нет, это совсем не деградация. Здесь ситуация... Добрый вечер, уважаемые телезрители. Здесь ситуация абсолютно понятная, если следить с самого начала за ней. Это все случайности или какие-то такие эпифеномены для тех, которые вдруг-вдруг. Если у человека новые прыщи, и ты не знаешь, какая у него инфекция, то, конечно, каждый новый прыщ, ох, какой ужас там. А те, которые с самого начала следили за развитием событий, они понимают эту логику. Ведь ситуация сложна только в одном плане. Что такое сложное? Это простое, рассказано слишком подробно. Конечно, слава Украине и оттуда, и оттуда. Более того, ребята, которые воевали в АТО, и там, и там стоят. Совершенно понятно, что принцип разделяя властвой. Ни те, ни другие ребята реально, которые стоят и там, и там, вообще не в теме. В теме только те, кто ими руководят. А не в той теме, которую им позволяют знать те, которые руководят ими. В чем проблема? А здесь ужас того, что происходит в том, что в мирном городе, в столице, накануне очередного принятия, рассмотрения Европарламентом каких-то там санкций или ситуаций в Украине, происходят такие события. Поэтому есть глубоко эшелонированная ситуация и уровень того, насколько люди в теме. Поэтому здесь разные темы. Что мы сейчас обсуждаем? Мы обсуждаем, как это могло произойти. Ну, так это тогда макрополитика. Тогда это ситуация Америка, Россия, Евросоюз и Украина. Тогда мы можем только в этом ключе. Но это, как бы, слишком большой масштаб. Если рассматривать только исходя из того, что вышел человек с гранатой, очень хорошо сказал, сегодня читал отзыв ребят, которые воюют. Совершенно потрясающе собрали видео. Они говорят, что вот сказано, что парень приехал из АТО, поэтому он это делал. Говорит, мы, воюющие здесь, говорим. Он взорвал, потому что он хотел взорвать. Ничего ему не дает права это делать. Это все политические вопросы, которые решаются сугубо политическими методами. Просто позже чуть-чуть, поскольку времени мало до включения, я так понял, прямого включения Сергея, я чуть позже просто более подробно могу рассказать, почему оно так происходит, с моей точки зрения, глубоко субъективно. Но я вроде бы достаточно давно анализирую. Полтора года вообще на эту тему ничего не говорю. Более того, в Фейсбуке у меня все материалы открыты только для друзей. То есть это люди, которые, я примерно понимаю их взгляды, и мы обсуждаем, обсуждаем совершенно разные позиции. А говорить вот так вот, вдруг, случайно это произошло, сегодня взорвался интернет, там Тарас Черновол, вот теперь я понимаю, кто враги. Это же, ну мы о чем говорим. С 91-го года и до сих пор медленно, спокойно шел эволюционный процесс. Потом он превратился в революционный, чего не было в северной части бывшего СССР в России. К этому вернемся. Мы вернемся, потому что тоже революцию это трудно назвать. Но у нас есть звонок, и это звонок Сергеем Борчуком, насколько я понимаю, да? Или это звонок другой? Сергеем Борчуком, да? Сережа, ты просил не звонить. Алло, ты нас слышишь, да? Ты просил не звонить и вел меня в заблуждение. И теперь, когда все-таки ты позвонил, теперь отвечай, что там? Что там в зоне АТО, в которой ты сейчас находишься? Сережа, добрый вечер. Это Игорь Геллер. Привет, Сережа. Добрый вечер. Студия. Я попрошу в следующий раз наших режиссеров и технических сотрудников включать в студию, чтобы я мог, пребывая на связи, немножко послушать, о чем говорит мирная Одесса. Еще раз добрый вечер. Игорь Николаевич, вы знаете, я с радостью могу сообщить, давно у меня не было такого хорошего настроения, хотя мы за практически уже сутки на ногах и очень устали. Очень много работы у Черного Тюльпана по поиску безвести пропавших. Но сейчас не об этом. Впервые, наверное, за вот эти несколько месяцев. Сегодня могу сказать, что за прошедшие сутки у нас нет погибших и раненых практически тоже нет. Есть обстрелы очень минимальное количество и то и стрелкового оружия. То есть вот такое, знаете, такая хрупкая-хрупкая, я бы даже назвал их хрупкая. Просто надежда, надежда на то, что в ближайшее время все-таки мир на украинском Донбассе восторжествует и все наладится, все хорошо. Потому что, на самом деле, жизнь продолжается. И сегодня довольно курьезно видели пену, очень близко от Луганской ТЭС. Мы, кстати, были в этом знаковом и наиболее одном из самых опасных мест Луганской области. Видели вот такой своеобразный школьный автобус. Сегодня есть проблема с доставкой детей в школы. Тем не менее, вот на тракторе ехали, я так понимаю, из старших классов. Это было необычно, но порадовало другое, что жизнь действительно продолжается. Есть надежда на то, что все-таки у нас мир воцарится. Сегодня очень много говорили о мире, хотя по ту сторону фронта, пока мы так называем временно оккупированную территорию, происходят какие-то парадоксальные и страшные, на самом деле, вещи. Я знаю, что в Луганске, мы были бы ухвать 10-8 километров сегодня от Луганска, ну, такие у нас задачи. И некоторым старшеклассникам сегодня на линейке вручали повестки для службы так называемой армии, так называемой Луганской народной республики. Ну, а в Донецке умудрились на школьных линейках раздавать и существующий ДНР, и гимн России для официального исполнения. Вот такой сюр происходит. За этот сюр украинцы платят своими жизнями и, к сожалению, думаю, еще будут платить. И сейчас мы ночью выдвигаемся на нашу базу, я говорю, сутки практически мы уже на ногах, и я надеюсь, что дорога будет безопасна, прежде всего, и не будет таких обстрелов. Спасибо, Сережка. Но вопрос такой, вот мы с Игорем сидим в студии и обсуждаем сейчас проблемы не только, там вот мы немножко затронули проблемы, которые произошли в Киеве вчера, это не проблема, а трагедию, которая произошла в студии. Но сейчас мы будем говорить о децентрализации, о том, что она даст или не даст, так далее, и тому подобное. Но вот те условия, которые выполнили Минск, это что, работают минские условия сегодня и вчера? То есть минские договоренности все-таки заработали? Или это все на уровне, ну, будем так говорить, почти домашнем, когда одни договорились с другими? Скорее всего, это второе, но, опять-таки, я все-таки надеюсь, что не сами минские соглашения, а прежде всего и давление Запада, и стойкая позиция Украины, в лице ее защитников, насколько сложно, я понимаю сегодня, опять-таки, я не являюсь там фанатом действующего президента, журналист не может априори таковым являться, тем не менее, понимаю, что усилия центральной власти, по части незаметно, не приносят свои плоды. Я надеюсь, что действительно вот та децентрализация, о которой говорят, она все-таки ситуацию изменит. Это, во-первых, а во-вторых, все-таки вот что касается Луганской и Донецкой области, временно оккупированной территории в том числе, я хотел бы сказать, что вот этот закон, наверное, сейчас внедрять на этих территориях, в этих регионах, все-таки, наверное, рано. Есть, на мой взгляд, сегодня оптимальная форма управления в этих регионах, в этих областях, это военно-гражданские администрации, которые вполне сносно справляются с тем валом проблем, которые здесь существуют. Ну, что касается еще раз минских соглашений, в любом случае, если говорить с политической точки зрения, мяч сегодня на поле террористических организаций ДНР и ЛНР, на поле дня, и ему придется отвечать. Спасибо. Спасибо. Возвращайся. Спасибо большое. Береги себя, Сережа. Собираемся домой. Уже добираемся. Береги себя и по дороге домой тоже. Спасибо. Итак, мы тебя ждем. Мы продолжим. Ну, надеюсь. Да. Ну вот, вы сегодня в обликовании, мы уже говорили, что вы будете в прямом эфире, и Мирослава Павловска, это ваш абонент, Мирослава Павловска, просила вас ответить на вопрос, каким образом общество может повлиять на власть. Очень простой вопрос. Я прочитал все, что там было. Я, наверное, нетрадиционно все-таки к этому отношусь. Я считаю, что вопросы власти должна решать сама власть. Сидя дома, мы такие все умные, и депутаты, и новые ребята из кабинета. Скажи, пожалуйста, я перейду. Мы говорим власть, доведя это до абсолюта... Ну, вот я хочу как раз на эту тему пройтись. Смотри, давай, настолько ли я знакома, что мне сложно. Вот эта вот власть и мы, эта вот совковость как таковая, она просто достала. Какая власть? Вы хотите по-прежнему вот так? Вот я смотрю, как у нас новый губернатор, Михаил Саакашвили. Делает то, что он делает. Простой пример. И как пищат от радости все те, которые... Мы чего хотим? Мы хотим хорошего, доброго, опять царя-батюшку или кого? Надо как-то определиться. Либо мы, люди, которые во главу ставят человека, личность, индивидуальность, культуру и его жизнь, или у нас во главе стоит все то, что было в советское время. У нас стоит непонятно, как это аморфная структура, которая называется государство, и люди, которые называются власть. Какая власть? Это из крепостного права барин, бояре и чернь. Если мы в этой парадигме живем, один разговор, если вы говорите Европа, я не хочу никакую Европу. Какие не хочу, чтобы кто-то сюда приснял какую-то новую империю. Есть мы. Мы живем, были там братья, сестры, неважно кто как. Родные братья, близнецы. Живут каждый по-своему. Можно брать и нужно брать. Лучше из того, что цивилизация накопила к 21 веку. Каким образом? Есть традиции, есть культура, есть разные регионы. Запад, Восток. Единое государство, безусловно. Ну, как Канада, там есть франкоязычный Квебек, есть англоязычные провинции. Как Соединенные Штаты Америки. Техас, который вообще не похож на остальные штаты. На Флориду, там, не знаю, на кого угодно. Это в любой стране есть эти проблемы. Но они решаются политически. Вот о чем идет речь. Когда у нас говорят власть, я смотрю, люди, которые пришли, новые депутаты. Я лично знаком с очень хорошими людьми. Порядочные, предельно порядочные. Пришли не воровать. И в кабинет министров, и в депутатский корпус. Ну, я смотрю, что происходит с ними. Вот сегодня одна из депутатов, которая там находится, она написала, что если пойдет так и дальше, я просто сложу мандат. Я пришла не воровать. Поэтому, кто такая власть? Что такое власть? Это менеджеры. Просто наемные менеджеры. И больше ничего. Но поскольку у них есть льготы, у нас люди приходят во власть, для того, чтобы жить не так, как остальной народ, чего нет нигде в мире. Ну, я не беру диктаторские режимы, да? В Германии мэр города ездит на такой же машине, как и все остальные, по тем же правилам. Он живет на ту же самую свою официально признанную зарплату. У нас же во власть приходят, вышли мы все из народа, чтобы никогда туда больше не вернуться. Игорь, поэтому, наверное, у нас и держится власть. Смотри, пока у нас будет понятие власть, вот в том смысле, о котором ты говоришь, в умах народа. Вот в умах, вот так. Но у нас народ другой. В том-то и все дело, что у нас уже давным-давно, естественно, эволюционным путем, с 91-го года, выросло целое поколение, которое жило, как минимум, в растяжке между двумя кланами, Донецким и Днепропетровским. В России этого не было. Там был монолит, все-таки, выстроенный до конца. Поколение, которое сейчас, вот у нас в Родиосе выросло, за последние 20 с лишним лет, это вообще совершенно другое поколение. Они, вот мы не понимаем, ни ты, ни я, что на самом деле у них здесь. Хотя я с ними постоянно общаюсь. У них нету опыта переживания себя во власти какой-то. Если они завтра прочувствуют, даже те, которые думают... Это замечательная фраза. Вот опыта переживания у них нет. Абсолютно. А у нас же единственное, что есть, это не теоретические знания, не воображение, не фантазия. Мы жили в Советском Союзе. Было множество хороших вещей. Я очень тоскую по этому чувству тепла, которое у нас было, единству. Но было такое количество всего. Как можно туда возвращаться? Как бы нехорошо мне было в детском саду, но в 20 лет хотеть опять вернуться в детский сад и жить по режиму детского сада со спитателями, нянечками, с горшками, с тихим часом, но это быть просто дебилом. Есть естественные пути. И на сегодняшний день то, что происходит в Киеве, то, что происходит в макро- или в геополитическом режиме, это вопросы, которые надо анализировать, исходя из интеллекта, который соответствует этому. У нас туда приходят люди не за этим. У нас люди приходят не решать какие-то проблемы. Ну и посмотри, как идет отбор. У нас единицы личности, которые туда приходят, они приходят внутри по партийным спискам. Что такое партийные списки? Это тебе не виги, тори, не калибористы и консерваторы. Это тебе не республиканцы, а демократы. Партийные списки, это вот я решил, а я где брал это решение? И ты будешь в этом списке, 25-м, 22-м. До сих пор это я купил. Ты купь, так вот есть же варианты, что опять все-таки и сейчас продавали. И я не сомневаюсь, честно говоря. Ну не был, за руку не брал. Но основа, это те же самые люди. Вопрос, ты такой умный, что сидишь там советуешь? Вот что бы я делал, да? Это если бы директором был бы я. Ничего, потому что я не там. Но на сегодняшний день в истории есть способы, как правильно выходили люди из такой ситуации. Если они действительно, те, которые сегодня представляют реальную власть, заботятся о стране и хотят, чтобы здесь были правила игры. Это единственное, что нам всем нужно. Четкие, прозрачные правила игры, одни для всех. От красного света светофора и заканчивая налогами и всем остальным. И правом на оружие всем гражданам, а не персональным депутатам, у которых и так охрана там такая, что близко не подойдешь. Это вообще отдельная тема. Вот если мы про это говорим, то они, отцы страны, отцы нации, должны на сегодня сказать. Ребята, с 91-го года до сих пор мы все были в этой колоде. Мы тасовались. Были и шестерками, и вольтами, и королями. Сейчас некоторые стали тузами. Так вот, с сегодняшнего дня мы, используя все свои власть, всю свою власть, связи, коррумпированные, некоррумпированные, милицию, СБУ, бандюков, гарантируем, что мы все отменяем все партии, которые были. Никакой иллюстрации не надо. Мы просто добровольно уходим всем, кто за все эти годы довел страну до этого состояния, обогатив себя лично. И объявляем Конституционную ассамблею, собираем представителей от самых разных слоев. И мы договариваемся, как мы будем жить. И гарантируем, что вся наша мощь уйдет на то, что мы вот эту территорию, которая сегодня называется Украина, превратим в цветущую страну. Цветущую, где и Востоку, и Западу, и Центру будет жить лучше, чем отдельно от нас. Вот что они могут сделать. А то, что они сегодня рассказывают, это годы Америки, то, что они там сейчас сделали. Или Минские соглашения, которые были. Под Запад ложимся. Ну нельзя. Как я прошу прощения, грубая шутка, но, как говорят в Одессе, ну нельзя. Понимаешь, чтобы и море, и по колено. Надо выбирать. А они сильно хотят, вот, господам, слуга двух господ, на двух столях усидеть. Не получается. Есть национальные интересы. Эти национальные интересы складываются из интересов людей, которые здесь живут. Это первично, это основное. Вот эта децентрализация, о которой ты говоришь, она имеет два направления. Такой двойной вектор. Либо с Киева вертикаль идет сюда, и мы выбираем или назначаем сюда каких-то людей, которые являются представителями интересов одесской громады в Киеве. Или нам опять сюда присылают кого-то, кто является представителем интересов Киева в Одессе. Тогда опять у нас будет высасывание, выкачивание таможни и всего остального налогов туда. Или же мы говорим про город. Если у нас в Конституции зафиксировано это, что субъектом является городская громада, то мы выбираем, как во всем мире это делать. Что такое политика по западному определению? Есть люди, общество. Вот это общество никак не структурировано. В нем есть разные группы людей с разными ценностями. Вот эти люди, которые имеют свои ценности, вот у нас с тобой одни ценности, у кого-то другие, мы объединяемся в то, что называется партиями. И мы своего представителя выдвигаем. Или своих представителей. Вот они представляют наши интересы. Чьи интересы представляют сегодня эти партии? У них идеологии нет. Доказываю на простом примере. Если у них есть идеология, то тогда человек, который прошел по партийному списку одной партии, не может выйти и присоединиться к блоку с противоположной идеологией. А они сейчас понятны, что они делают. Они используют это как властный ресурс. Я смеюсь. И вся политика. Нет. Вот, Игорь, вот честно. Вот искренне совершенно. Прямой эфир. Я должен быть очень умным. Вот я должен. Кто тебе сказал? Вот я не очень умный. Меня это не смущает. И ты меня развеселил. Вот развеселил. Потому что то, что ты говоришь, это правильно. Вот это настолько правильно, что даже противно. Потому что это невозможно. Все. Вот то, что ты говоришь, это совершенно другой уровень культуры. Это совершенно другой уровень образования. Ведь согласись, что сегодня вот эта проблема, которая возникла у нас в Донецке и Луганске, это не просто проблема страны, юга, запада, севера или востока. Это проблема малообразованности, малокультуры. Это проблема не так экономическая. Потому что там шахтеры зарабатывали в наши лучшие годы, да? Ну, нашей Украины независимой. Гораздо больше, чем в любом другом регионе нашей страны. Они одевали черные мундиры с золотыми этими лепестками, всякими лавровыми листами и тому подобное. Но иметь их легкие никто не хотел. Все считали их деньги, но про силикоз никто не говорил. Да, 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 конечно, конечно. Потому что, понятно, тяжелый, тяжелый труд. Но при этом при всем. Ведь это проблема культуры, а не проблема... Вот почему я говорю, что слово власть надо отодвинуть. Власть такая, квалис-рекс, квалис-грекс. Вот согласен. Ты давно ходил по ночному городу? Да, по ночному, да. Я хожу каждый день, каждый день, в течение трех месяцев. Вот что-то вдруг меня потянуло, я вообще никогда не пробил. Где-то примерно с девяти вечера... Я думал, что ты ходишь после того, как появилась новая полиция. Нет, там красивые девочки, но я все равно не ходил. С девяти вечера и до часу ночи. Я тебе хочу сказать, что вот этот общий уровень культуры, который внизу, вот он такой и вверху. У нас есть средняя просвоика. Это действительно люди интеллигентные, умные, хорошие. Так они никогда и не пойдут туда. Они занимаются слоем. Чем проблема хороших людей? Условно скажем, да, хороших? Они считают, что я и так хороший. Чего мне с кем-то объединяться и что-то делать? Получается, а зло у нас всегда здорово организовано. По одному зло невозможно делать. Ну, банда должна быть, да, там, как бы... Клан какой-то коррупционный, мафиозная структура. А хорошие люди они считают, что я же хорошие. Вот таким образом ты только что сказал, что во власти рвутся подлецы. Нет, не надо мне приписывать то, чего я не говорил. Или некие бандитские или не бандитские формирования разного типа. Смотри, вот если... Даже благородного. Есть то, что я сказал, и есть то, что ты про это подумал. Это не одно и то же. Во власти идут очень хорошие люди. Я же до этого говорил чуть раньше. Мои очень близкие мне друзья с похожей системой ценностей. Они пошли во власть, чтобы сделать дело. Сама структура сегодня не хороша и не плоха. Но это они сделали дело? Частично да. Молодцы. То, что они делают. Но они заказ солнца вручную организуют. Но ты можешь это сделать? Я смотрю, как они надрываются. Нет. Реально надрываются. Нет, не могу. Я уже говорил там кое-кому, уходи. Просто уходи. Я и сразу говорю, что нечего тебе там делать. Предельно честное... Я понимаю, что это нашим телезрителям тяжело услышать. Да, ну, наверное. Да, наверное. Из серьезного бизнеса совершенно самостоятельные люди, которым не нужны там деньги. Они деньги умеют зарабатывать. Они реально переживают за то, что происходит. Я сам такой, по большому счету. Но я туда не иду. Я с 89-го года не было выборов, чтобы ко мне в той или иной степени не обращались. Я всегда отвлекаюсь. Хорошо. Подожди, подожди. Это очень важный момент. Почему не иду туда? Но я понимаю, что придя туда, я буду работать в команде. А команда – это люди, которые должны работать на плюс, а не на свой карман. Хорошо. Я понимаю. Ты публиковал свои обиды по поводу того, что... Обиды? Я... Ну, в какой-то мере обиды по поводу того, что пришедшая в областную начальность новая команда... Слушай, нет, 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 подожди, подожди. Мы в прямом эфире аккуратно. Аккуратно. Стоп. Во-первых, ко мне обращались. Какие обиды? Да, да. Ну, не обиды, а... Нет, 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 нет. Давай будем точно с понятиями. Я сказал, что так это не делается. Сказал, как управленческий консультант. Да. Что так называемая стратегическая сессия с большим количеством людей может действительно родить кучу людей. Но это делается не так. У них нет принципа отбора. И говорил с ними, обиды у меня вообще нету. Не, ну, может, я не так вырисуюсь. На них еще. Ладно, извини. Ну... Значит, объясни мне, пожалуйста, тогда, как нам узнать этих людей? Как? Никак. Никак. Нам это кому? Эти люди сами придут и делают дело. Нам, избирателям. А, это простой вариант. Когда ты, Боря Херсонский, хорошо сказал, смотрите в глаза тем, кто вам будет... С двумя образованиями. Да. Вот в глаза смотрите. Это первое. И второе. Смотрите, что этот человек делал в течение своей жизни. Если он работал на себя, он не будет работать на нас. Если этот человек всю свою жизнь делал что-то для кого-то, это тоже еще не гарантия. Он может прийти и сказать, ну, наконец, я могу поработать на себя. У нас нет этих критериев. Поэтому есть самый простой принцип. Люди вместе собираются и выдвигают тех, кого они хорошо знают. Вот ты знаешь кого-то хорошо? И там еще... Знаю. Десять тысяч. Вот такого вы и выдвигаете. А дальше вы, десять тысяч человек, следите за тем, чтобы его, не дай бог, кто-то не скинул. Хорошо. Я голосую за Игоря Геллера. Я выдвигаю Геллера. А Геллер не пойдет. Не пойду, конечно. Потому что я знаю, что завтра ты и все остальные, кто меня выдвинут, ради себя меня предадут. Я не сомневаюсь. Это не значит, что ты плохой человек. Нет, я понимаю. Это не обвинение. Конечно. Это просто неплохое знание жизни и психологии. Я вижу, как вдруг на второй день забывают тех людей, которые за них жизнь отдали. А для чего тогда мы говорим о людях, которые должны быть обречены на эту судьбу? А потому что эти люди сами выбирают свою судьбу. Я выбрал свою судьбу сам, а не потому что меня кто-то делегировал. Я выбрал жить той жизнью, которую я выбираю. У нас есть три пути. Эволюция, революция или третий, развитие. Вот эволюционно, это естественным путем мы все равно придем к тому, к чему мы должны прийти, к нормальной жизни. Революционно, это большая часть того, что сейчас происходит. Можно спорить, это бунт, революция была, Майдан. Там это теория революции как таковая по Ленину. Там революции как таковой не было, потому что не было партии. Это был бунт, который возглавили быстренько те, которые к нему пристроились. Которые сегодня же и находятся у власти. Но это был бунт против несправедливости. Теперь смотри, есть третий путь, он называется развитие. Развитие как раз предполагает отсутствие того самого ужаса, который бывает при революции. Смерти, конфликтов, вот в такой форме. И с другой стороны предполагает удержание шага поступательного движения вперед. Это вот то, что я говорил, когда люди садятся и говорят, мы уже заработали, награбили, неважно. Нам хватит. Потому что дальше, если мы будем вот так делать, у нас, мы как эти, должны быть полезными микроорганизмами, которые живут в кишечнике. Потому что иначе мы уже сами кишки начинаем прожирать. Вот о чем идет речь. Время закончилось. Мы завтра продолжим. Можно? Ну, вторая серия Геллера. Ну, ничего страшного. Подкидыш, помнишь? Девочка, ты ходишь с нами поехать на дачу или чтобы тебе голову оторвали? Так вот. На дачу. На дачу, да? В котором чисто. Завтра. Сейчас договоримся. Ну, в это время. В это время. Это, во-первых. Во-вторых, почему я так говорю? Потому что, потому что Геллер, понимаете, он или романтик, или... Я романтик. Или он опустился откуда-то на парашюте из какой-то стратосферы. Но он говорит такие вещи, которые, в принципе, понятны и естественны. Нет, я скажу одну фразу. Да. Все, что я говорю, оно из моего опыта реализации. Романтик, он фантазирует. А у меня есть опыт реализации подобных вещей. В маленьком масштабе, в среднем масштабе. Я все-таки работал с достаточно крупными корпорациями, где были достаточно тиранистые руководители. Хорошо, Геллер, завтра продолжим революцию в Одессе. Окей. Нет, революции нет. Развитие. Развитие. Медленное развитие. Спасибо большое. До завтра. Спасибо большое. Спасибо всем. Извините, если несколько сумбурно. Ничего, это зато красиво и весело. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова